Третья серия маршрута Москва-Краснодар. В этой серии почти в самом начале будет необычная вставка. Попробуйте догадаться какая. Уверяю, что вы не догадаетесь. В вашем распоряжении примерно 5 минут. Заинтриговал, вот тогда смотрите, не прерываясь. Чуть позже начну комментировать трассу. Те населенные пункты, большие и маленькие, которые будут попадаться по пути. Не успели стартовать. Сразу началось с оплаты. Вот оплаты. Далее. С левой стороны по ходу движения населенный пункт плоты. Сейчас попробуем найти в Википедии. Деревня Плоты. В Википедии о ней сказано. Основан поселок или деревня в 1770 году. Первое упоминание в 18 веке. Население 55 человек на 2010 год. В 1770 году помещик Яковлев купил в между канцелярией земли на реке Мокром Альшанце и поселил на ней две деревни. «Богатые плоты» и «Богатые плоты» и «Альшанку». Название от диалектического слова «плота», «плота», «обрак», «балка». Написано не очень много. В 1866 году было 7 дворов, 191 житель. В 1926 году 99 дворов, 570 жителей. Более подробно смотрите в Википедии. С правой стороны населенный пункт Грунин-Варгол. В Википедии сказано. Население Грунин-Варгола 500 км. 15 человек на 2017 год. Административный центр. Дата образования не указана. Но мало информации о Грунин-Варголе. С правой стороны по ходу движения «Яркино». Что про «Яркино». Железнодорожная станция перед населенным пунктом Становое. Внимание, не пугаться, не бояться. Вставка. Пока не пишет. Положение определено. Сколько радостей будет. У Риккино сколько радостей будет. Я не мышек, смотри. А вы ее в Питере взяли, что ли? Сколько стоит мне? 13 вещей. Так как порода-то называется? Удав. А, это удав. Он большим будет? Не больше 4-5 метров. Не больше 4-5 метров. Он еще маленький. Блин, красавчик. А сколько живет по времени? Больше чем у него. Да? Ну, вообще, собака переживает. Они с ракоматами. Питается раз в месяц. Раз в месяц? Угу. Вообще, да. А много съедает вообще? Вообще, это животное. А думаешь? Да. На месяц? На нас питается раз в 3-4. Ничего себе. Как хватает-то? Бюджетное надо сегодня. Да. Или людям бы так научиться? Привет. Они же могут укусить, нет? Да. Они могут укусить? Или они, когда большие, только душат? Если сильно разозлить, а патчет. Ну, холодно, наверное. Да, она вообще проснулась в этом. Что за фигня, где ей есть, да? Ну, давайте убирать, наверное, не будем морозить, мучить. А, это при грязности. Ага, под этим капюшоном. А, сейчас не захочет, да? И так сидит. Твоё дитё. Ну, думаю, вам понравилась короткая вставка. Животное не пострадало. Никакой информации, к сожалению, больше нет. Но впереди становое. Но впереди становое. Становое село-центр Становлянского района Липецкой области. Как деревне известно с 1620 года. По данным 1778 года, село насчитывало 44 двора. Раньше село называлось плоским по ровной плоскости местности. Решение о строительстве районного центра поднималось в начале 1960-х годов. Необходимо было перенести из центра села к кладбище. Генпланом занимался архитектор Попов. Он разместил в плоском двухэтажные дома. Райсполком, гостиницу, военкомат, универмаг, спорткомплекс в парке на берегу созданного каскада прудов. Их, кстати, до сих пор зовут Рублевскими по имени тогдашнего руководителя района. Центральная улица должна была превратиться в бульвар. Однако это не произошло. Сегодня в ее центре лишь цветочные клумбы. В июне 1984 года в состав села Плоского вошли деревня Становая и пристанционный поселок Становая. В октябре 1984 года населенный пункт переименовали в село Становое. В 1995 году в селе был открыт клуб музейного типа, который стал культовым центром района. Население в 2010 году 5252 человека. Известные уроженцы. Селиванов Валентин Егорович. Советский военачальник. Адмирал. Впереди город Елец. Что пишет о нем Википедия? Елец. Город с 1146 года. Административный центр Липецкой области. Административный центр Елецкого района Липецкой области является городом областного подчинения. Население 105 тысяч 16 человек в 2017 году. В городе есть несколько пересекающих, пересыхающих ручьев, ручьи ручьев, в частности лучок, давший название одному из районов города. 8 октября 2007 года Елеццо присвоено название город воинской славы. Первое воскресенье сентября празднуют день города. В средние века считается, что Елец был основан Юрием Рязанским. Первое упоминание о Ельце в летописных источниках относится к 1146 году. Именно в Никоновской летописи под 6653 годом от сотворения мира, то есть 1146 годом от Рождества Христова, упоминается, что через Елец проезжал Святослав Ольгович, в то время князь Белгородский. Под 6654 годом в той же летописи говорится, что в Чернигов из Ельца прибыл Андрей Ростиславович, внук Ярослава Муромского. Источники Никонов, Клосс, изучавшие запись под 6654 годом, считают ее поздней ставкой составителя Никоновской летописи. Аналогичная позиция отражается в Большой Российской энциклопедии. Предполагается, что город Елец в XIII веке мог входить в состав Черниговского княжества, а в конце XIV века был зависимым от Рязанского княжества. В 6664 году по Никоновской летописи полцы пришли на Рязань и грабили по быстрой сосне. На обратном пути полцев догнала погоня, полцев истребили, пленных отбили. Данная запись показывает места по реке Быстрая Сосна под властью Рязанского князя. В 1389 году Елецкий князь по приказу великого князя Рязанского Олега Ивановича встретил посольство митрополита Пимена, направлявшегося в Константинополь, недалеко от места падения реки Воронеж в Дон. Вот такие вот интересные исторические летописные зарисовки. Подробно можете прочитать в Википедии. Очень много интересной информации, думаю, вас заинтересует. Да что ты будешь делать с этой музыкой? Елеццы вошли стороной, остался справа позади, впереди Екатериновка. О Екатериновке в Википедии сказано. В списке населенных мест в 1866 году село Екатериновка Елецкого уезда значилась как деревня. 45 дворов, 395 жителей. В 1896 году через село прошла железнодорожная линия Елецк-Косторная. Ближайшая станция Лусарка. Согласно переписи населения, в 1926 году в Екатериновке имелось уже 102 двора, проживало 589 человек. Согласно журналу боевых действий Юго-Западного фронта за декабрь 1941 года, опубликованному на сайте Министерства обороны Российской Федерации «Память народа» Екатериновка была занята гитлеровцами 4 декабря. Пехота противника с семью танками заняла Екатериновку. По неофициальным данным, место, где якобы остановились немецко-фашистские захватчики, в действительности является местом боевого столкновения елецкого партизанского отряда Грабилина с разведкой 45-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Фрицарш Липпера. Это случилось 6 декабря за несколько часов до освобождения села Грабилин и его люди должны были выйти в тыл вражеских войск для ведения партизанских действий. В результате перестрелки партизан с Абвергруппой были ранены командир отряда Грабилин и юный партизан Витя Орлов, отчего последний через два дня скончался в госпитале. В общем, страшные эти цифры, тяжелая история такая. Более подробную информацию вы можете, как и я, прочесть в Википедии. Слева по ходу движения населенный пункт Задонск. Довольно крупный населенный пункт. Об этом в Википедии сказано, что Задонск – город с 1779 года. Административный центр Задонского района Липецкой области расположен в пределах Среднерусской возвышенности, живописном месте на левом берегу реки Дон. Кстати, мост будем проезжать через реку Дон в непосредственной близости от магистральной автодороги М4. Население по переписи 17-го года составило 9 641 человек. История. Возник, как Слобода Тешевка, при основанном около 1610 года Тешевском, позднее Задонском, Богородицком монастыре. Впервые упоминается в платежных книгах Засосинского района Велецкого уезда в 7123 году от сотворения мира в Звездном храме и лет в 1615 году от Рождества Христова. За монастырем под Тешевским лесом Слобода Тешевская речка. На речке Тешевке много информации. Вот как вы не посмотришь деревню или населенный пункт, просто потрясающей глубины. Вот предание 200, 300, 400, 500 лет тому назад. В новейшее время, 5 сентября 1919 года, Задонск был взят конницей 4-го Донского корпуса генерал-лейтенанта Нормонтова, которая в городе не задерживалась. Это вот гражданская война. В 1974 году в Задонске построили Дом культуры на 600 мест. Население Задонска, я по-моему уже сказал, 9641 человек. Экономика. Сахарный завод, завод по розливу минеральных вод, хлебозавод, мясной цех. Достопримечательности. Задонский рождественско-богородицкий монастырь. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Построен в 1800 году. Троицкий храм. Дом Увериха. Памятник Ленину. Памятник Пенициллину. Памятник Микроскопу. Памятник Матери Марии Фроловой. Семейный парк. Называется Кудыкина гора. Очень много интересной информации в Википедии. Смотрю на карту. Огромное количество населенных пунктов. Разных размеров или масштабов. Так можно выразиться. И каждая из них имеет просто потрясающей глубины в свою историю. Вот, например, с левой стороны Веденко. Село Веденского сельсовета Липецкой области. Село расположено на правом берегу реки Воронежка. По документам Веденко известно с 1651 года. Название по Веденской церкви. Ранее село было центром Веденского сельсовета. Население в 2012 году составило 789 человек. И вот сплошь и рядом, и слева, и справа по ходу движения просто реально времени не хватит. И возможности все это, обо всем рассказать. Просто потрясающая информация. Я никогда об этом не читал. Даже не подозревал об этом. Такие великовозрастные населенные пункты. Вот, например, старая Дубовая. Нелецк, Неланина. С левой стороны Хлебная. С правой стороны Воробьевка. Не на всех картах они значатся. Это несправедливо. Поэтому, если будет возможность, значит, сами, конечно, сами зайдите в Википедию, вы найдете информацию об этом. Просто, еще раз повторю, это потрясающая информация. Я даже не подозревал. С правой стороны по ходу движения населенный пункт. Конь-Колодец. Очень считаем. В Википедии. Название. Своё название село унаследовало от реки Конь-Колодец, впадающей здесь в Дон. Колодец – это родник, источник. В происхождении же первой части конь до сих пор неизвестно. Есть предположение, что первоначально село носило название Конь-Колодец, то есть, где конь – имя человека. По другой версии, незамерзающий, зимой родник-Колодец получил дополнение конь в своё название из оконных дозоров, стоявших на этом месте. Село возникло в 17 веке в 1678 году упоминается, как деревня Конь-Колодец. Был владением дворянского гнезда Синявиных, давшее России несколько поколений замечательных флотоводцев. В парке и усадьбе похоронен Иван Синявин. В 1711 году деревня стала селом. В селе была построена первая деревенская церковь Иоанна Богослова. В 1889 году в селе открыта одна из первых в России сельскохозяйственных школ. В советское время совхозтехникум. В настоящее время на месте прежнего храма было построено здание сельсовета. Население в 2017 году составило 1910 человек. Известные люди. В 1910 году в селе родился герой Советского Союза Дмитрий Гуляев. Вот совсем вроде бы небольших размеров село, а какое имеет свою ценность. С правой стороны по ходу движения населенный пункт «Отскочное» в Википедии сказано «Отскочное» село и административный центр Отскочинского сельсовета Хлебинского района Липецкой области на правом берегу реки Донна. «Инфраструктура» «Инфраструктура» «Улицы» «Новая», «Озерная», «Садовая», «Свободы», «Центральная» и «Шаболовка». Основано село переселенцами из села Отскочного, что ныне в Красненском районе. Что ныне в Красненском районе крестьяне, переходившие на новые места, чаще всего новопостроенные. Так, в 2010 году проживало 596 человек. И это только вот примерно вот эти населенные пункты на расстоянии ну сколько там ну примерно 3-4 километра. А что дальше даже представить. невозможно насколько богата Россия вот этими своей древней историей. Слева по ходу движение чуть впереди населенный пункт Рамони. Читаю в Википедии. История впервые упоминается в 1613 году как село. Село возникло в конце 16 века на месте разрушенного монголо-татарами в 13 веке селения Родня. Родня. Это селение могло быть основано в конце 11 века в начале 12-го переселенцами из Черниговской земли. В конце 18 века первой четверти 19-го владельцем был капитан в отставке Тулинов. В 1826 году он завещал имение своему сыну Николаю Ивановичу Тулинову. После его смерти 4 года судебной тяжбы между наследниками завершилось тем, что в 1856 году во владение вступила его младшая сестра Анна Ивановна в замужестве Шеле. В 1855 году в селе насчитывалось 540 жителей обоего пола государственных и помещичных крестьян. Работали свеклосахарные и стеариновые заводы. Свеклосахарные и стеариновые заводы. После в школе прекратил свой последний вскоре прекратил деятельность по причине большой конкуренции более мощных свечных производств. Я приношу свои извинения. Плохо вижу мелкий шрифт, очки мутные, поэтому вот такой комментарий. В 1895 году заложена опытно-производственная станция поворачивания сахарной свеклы, что было обусловлено расширением свеклосахарного производства на Рамонском сахарном заводе. В 1912 году станция получила статус опытно-селекционной. К этому времени в полной мере была отработана технология отбора наиболее продуктивных сорта образцов сахарной свеклы. В настоящее время отдельный населенный пункт в НИИ СС. С 1922 по 1929 год опытно-селекционная станция являлась подразделением кафедры земледения Воронежского сельскохозяйственного института. Более подробно прочтете в Википедии. В 2017 году население составляло 8404 человека. Экономика. В поселке фабрика художественной керамики. Сахарный завод Рамонский сахар. в настоящее время ликвидирован. Вот так вот. Пищекомбинат хлебозавод пицефабрика кондитерская фабрика и другие предприятия. ООО Витагран Рамонь. Это дочернее предприятие ЗАО Щелково Аграхим. Достопримечательности. Дворец Ольгинбургских 1887 год. Усадьба Ольгина 1906 В селе Новоживотное Дом Музея Поэта Веневитинова. В селе Горожанка Усадьба дворян Веневитиновых Успадьба Помещика Михайловского. В селе Чертовицы Архангельская церковь. Также в поселке есть вновь построенная Никольская церковь. В районе поселка Научно-исследовательский институт Сахарной Стеклы и Сахара. А также Воронежский заповедник. Известные враженцы Элеонора Валерьяновна Беляева. Советский и российский музыкальный редактор, бессменная ведущая программа «Музыкальный киоск». Более 30 лет выходивший на советские экраны. Я помню ее. Сергей Иванович Мосин российский конструктор стрелкового оружия. Александр Иванович Серый советский кинорежиссер создатель фильма «Джентльмены удачи». Известные жители. Великая княжна, младшая дочь императора Александра Третьего. Принцесса Альденбургская Ольга Александровна. Его восточество Петр Александрович Альденбургский. Почетные граждане Осеев Илья Тихонович хирург. Заслуженный врач РСФСР. Пока диктовал информацию, читал информацию из Легипедии. Проехал несколько десятков, может быть, сорок, может быть, пятьдесят населенных пунктов, которые имеют просто потрясающую свою историю. Прочитать практически про все невозможно. Но впереди горит город Воронеж, поэтому я, наверное, больше внимания велю этому городу. Потому что невозможно вот физически даже кратко даже кратко рассказать, прочитать об этих всех населенных пунктах. Воронеж, Википедия. Воронеж, река в России, левый приток Дона, протекает по территории Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Длина реки Воронеж 342 километра. От истока Польного Воронежа 520 километров. Типичная равнинная река образуется при слиянии Польного Воронежа и Лесного Воронежа. Воронеж начинается от слияния Лесного и Польного Воронежа у села Новонекуйское Мичуринского района, Тамбовская область. Далее река течет на протяжении 60 километров на северо-запад. Затем примерно в 5 километрах ниже падение в нее реки Становая Ряса. Круто поворачивает север на юг и с небольшим отлонением на юго-запад. Правый берег высокий крутой левый пологий. В пойме реки много озер Старец. Наиболее крупная Андреевская, Гать, Длинная, Долгая, Карасева, Карасева, Лебяжья, Оставная, Матыра, Яблочная и Спасская. На реке расположены два крупных областных центра. Черноземья, так, два крупных областных центра Черноземья, Липецк и Воронеж. Других городов на реке нет. На реке Воронеж, в 40 километрах друг от друга, находятся поздние палеолитские стоянки Масловка и Иволга. Вот, пожалуйста, можно набрать и в интернете посмотреть сколько тысячелетий этим поселением притоки и водохранилища реки Воронеж. На пути к Дону, в который Воронеж впадает в 1403 километрах от устья реки, принимает 28 притоков. Среди них наиболее значимые реки Иловай, Становы Ряса, Матыра и Усмань. Очень много притоков, но мы я читать не буду. Можно это посмотреть в Википедии. Воронеж где же город Воронеж что нам про Воронеж расскажет Википедия во-первых Воронежская область это абсурбект Российской Федерации до Москвы около 515 километров область образована 13 июня 1934 года входит центральный федеральный округ административный центр области город Воронеж История Воронежской области В Воронежском крае первые стоянки кромайонцев были в период Верхнего Позднего Палеолита на Дону у села Костянки а также под Воронежем Маркина река у сел Александровка и Борщова Костянки и Костянки и Костянки Костянки про город Воронеж Воронеж областной центр Костянки 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 достопримечатель достопримечательностей предостаточно так что приехать сюда надо в обязательном порядке История Воронежа И по сей день археологи находят памятники старины времен Арбашевской и струбной культуры по ряду предположений именно эта местность описана в древнеарийском эпосе на севере функционирует археологический комплекс между городами Лысая и Барковая Он содержит 34 памятника прошлых столетий и 568 курганов Воронежская крепость переживала непростые времена после своего возведения она в апреле 1590 года была сражена прошло 4 года и город вырубили заново в археологии нет царского указа об основании города но зато было найдено распоряжение боярина Юрьева от 1586 года правда есть подтверждение тому что Воронежская крепость стояла уже год к этому времени одной из основных достопримечательностей Воронежа без сомнения стал русский военно-морской музей флот которого собирал Петр I для войны с Османской империей усилить Азовский флот было стратегическим ходом для предотвращения войны на два фронта Петр создал в городе Адмиралтейство и повелел строить первый в истории страны регулярный военно-морской флот в 1833 году Воронеж пережил голод из-за сильнейшей засухи а когда кризис прошел была организована первая выставка сельских достижений по пяти губерниям когда в 1918 году из Юрьева в Воронеж был переведен университет то на его базе появился Воронежский государственный университет в 30-е годы в городе базировался большой военный аэродром а также полигон для метания бомб и стрельбища надо сказать что к концу 50-х годов в городе разработали жидкостный ракетный двигатель позволивший достичь второй космической скорости на основе этой разработки был создан двигатель для корабля Восток на котором стартовал в космос Юрий Гагарин именно в Воронеже наладили производство самолета Ту-144 здесь был построен первый советский аэробус и широкофюзележный самолет в 1972 году появилось водохранилище которое кстати самое большое в регионе в 2012 году город наконец-то дали звание города-миллионера так здесь информация еще про климат экология Воронежа как и любой большой город Воронеж страдает от большого количества нечистот сливаемых в водоемы добавляет проблема обилия кошек и собак для решения вопроса по их устройству в Воронеже функционируют соответствующие общественные организации на малой территории концентрируется множество промышленных объектов так что негативно объектов что негативно сказывается на природе львиная доля атмосферных выбросов приходится находиться на совести автотранспорта принимаются меры по решению проблем с цитилизацией мусора так в 2011 году был открыт новый полигон твердых бытовых отходов левый берег давно и уверенно держит пальму первенства по загрязненности из-за токсичных газов и смога распространяющегося на город кстати группа сектор газа взяла свое название из этих районов и воспела родной край в песнях правда не всегда лицеприятных неожиданно серьезной проблемой стала чистоплотность жителей множество с каждым днем нелегальные свалки они же являются причиной пожаров разовый но очень опасный случай разлил нефтепродуктов утечки сточных вод с мясокомбината Воронеж крупный город но до статуса мегаполиса он не дотягивает ну покинули город Воронеж рассказать о нем все невозможно в таком коротком фильме за всей подробной информацией обращайтесь в интернет там вы найдете очень много интересного ну а я буду наверное заканчивать уже комментировать что то еще хотел сказать сообщений к этому времени пока никаких не поступило в ютубе отвечать не на что что еще тут можно высрапать выстрапать музыка опять горет Я не знаю, что это. Новая Османь с левой стороны остается. Это разговор в салоне автомобиля.